Санкт-Петербург Этот город помнит поступь людей, которые своими силами и сознательным трудом достигли духовной высоты. Лики, смотрящие на нас с икон, небылинные персонажи. Эти люди ходили среди нас. Об одной из них пойдет речь. Санкт-Петербург Знаете, кто такая Ксения Блаженная? Ксения Блаженная? Наверное, это Святая, я думаю, да? Что-то знакомое, что-то слышал, но не помню, честно. Вы знаете, кто такая Ксения Блаженная? А, это Святая. Да, конечно, Петербургская Попровительница, Святая. Имя Ксении Петербургской, пожалуй, одно из наиболее известных среди имен небесных покровителей Северной столицы. У ее могилы, у часовни Ксении Петербургской, расположенной на Смоленском кладбище, города всегда много богомольцев. Сергей Львович Фирсов. Известный российский историк, религиовед. Один из немногих специалистов, который изучал житие Ксении Блаженной именно как ученый. Когда родилась Ксения Петербургская, точно неизвестно. Предположительно, я так думаю сейчас, между 1720 и 1725 годами. Житие святых доносят до нас только скупую информацию. Житие – это не биография, не подробное жизнеописание. Поэтому реальная жизнь Петербургской святой до сего дня покрыта тайной. Однако, на карте современного Санкт-Петербурга сохранилось несколько адресов, связанных с удивительной Петербургской святой. Известно, что по достижению совершеннолетия Ксения вступила в законный брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, который имел чин полковника. Молодая семья поселилась в собственном доме на петербургской стороне, в приходе святого апостола Матфея. Долгое время улицу, на которой они жили, называли улицей Андрея Петрова по имени и фамилии мужа Ксении. Теперь это современная улица Лахтинская. Однако счастье было недолго. Скорее всего, от Тифа он скончался через три года после свадьбы. Ксении Петербургской, тогда просто Ксении, было 26 лет. Смерть мужа настолько ее потрясла, что она надела его кафтан, как бы похоронив себя и взяв его мужа имя в качестве своего. Откликалась она только на него. Она ходила по городу. Странная женщина Андрей Федорович. На Руси нередки были случаи, когда внешне благополучные люди оставляли свою привычную одежду и начинали вести странническую жизнь. Юродивые. К ним всегда было особое отношение. Но в XVIII веке случаи юродства были крайне редки. Подвиг юродства совершенно нетипичен для имперской России, для России XVIII века. Ведь юродивому положено ругаться миру. Юродивому положено противопоставлять себя миру, обличая его, этого мира, грехи. Золотой век русского юродства к тому времени минул. Действия Ксении, получившей в дальнейшем в истории название Ксении Петербургской, были во многом удивительны. А сколько же ей было лет? Ей было всего 26 лет. Это молодая женщина, которая могла еще раз выйти замуж, иметь детей, вероятно, и так далее, но всю свою жизнь она посвящает Богу. Диакон Сергей Марокко служит в приходе храма Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Что такое юродство в понимании русского человека, вообще православного христианина в России именно? Это люди, которые отдают себя и отдают всю свою жизнь на служение Богу. Они отрекаются от всего мирского. Некоторые говорят, что юродство – это такое монашество миру. Добровольное юродство Христа ради означает, что человек в ясном уме, обдумав свой поступок, принимает решение стать сумасшедшим. Ксения Блаженная говорит, «Вся я тут. Ничего у меня нет, кроме моего присутствия на этой земле». Ведь она отдала все свое имущество и не брала ничего, дабы ничто не держало ее в социальных оковах. Безумство дает свободу. Отныне на этого человека не действуют социальные законы. Но на него начинают действовать другие, метафизические законы, которым обычные люди нечувствительны. В Евангелии духовный опыт обыденного человека сравнивается с горчичным зерном. Ксения же свой духовный опыт развернула на всю свою жизнь. Этот опыт и стал ее существом. Трудно представить, что женщина, одетая в кофту, юбку и башмаки на босу ногу, на протяжении 45 лет скитается по городу, а ночью, при любой погоде и в любое время года, уходит за город молиться. Господь дает такие удивительные дары. Дар и пророчества, дар молитвы и дар какой-то степени даже исцеления. Однако большинство обитателей Санкт-Петербурга середины 18 века долгое время относились к Ксении как к городской сумасшедшей, потерявшей разум после смерти любимого мужа. Но спустя время люди стали замечать, что в словах Ксении скрывается глубокий смысл. Житие Ксении сохранило нам несколько случаев, когда слова Блаженной буквально меняли жизнь петербуржцев. С чудесами Святой Блаженной Ксении в Санкт-Петербурге связан еще один адрес. Предание говорит о чудесном замужестве вдовы Голубевой. Ксения знала дочь вдовы Голубевой, красивую 18-летнюю девушку. Она часто посещала их дом. Ксения любила дочь Голубевой за ее добрый нрав и кроткий характер. Однажды она пришла к ней домой и говорит, вот ты здесь сидишь, кофе варишь, а твой муж на Охте жену хоронит. Мать и дочка побежали на Охтинское кладбище. Там они застали похоронную процессию. Молодой доктор хоронил свою жену. Когда уже все собравшиеся стали расходиться с кладбища, молодой вдовец продолжал рыдать на могиле своей жены. Когда подошли Голубевы, он буквально лишился чувств на их руках. Так состоялось их знакомство. Но уже через год юная Голубева стала законной женой доктора. Они прожили долгую жизнь. У них родились дети, которым они завещали почитать Святую Блаженную Ксению. До нас дошли сведения о родственниках или потомках вдовы Голубевой. В атласе Санкт-Петербурга за 1849 год упоминаются дома титулярного и коллежского советника Голубева. Современный адрес – это улица Шамшева. Особое место в Санкт-Петербурге, связанное с Блаженной Ксенией – это храм, посвященный Смоленской иконе Божьей Матери на Смоленском кладбище. В 1786 году по проекту архитектора Иванова была заложена каменная церковь на месте старого деревянного храма. Предания рассказывают, что Святая Ксения лично участвовала в строительстве церкви. Мы знаем, что храм, в котором мы сейчас находимся, также пропитан ее трудами. Мы знаем, что она носила собственноручно сюда кирпичи. И сколько ей было лет в то время, она уже была прошлой женщиной. На то же самое время она понимала, что храм – это одна из самых больших ценностей человечества в наше время. Ксения начала странническую жизнь, будучи молодой женщиной. Ко времени строительства Смоленского храма ей было более 60 лет. Всю свою жизнь она провела на улице, без крыши над головой. И главным делом ее жизни стала молитва за усопшего мужа. Согласно одной из версий, муж Ксении умер внезапно и без церковного покаяния, что считалось знаком греховной и неблагочестивой жизни. Ксения понимала колоссальную значимость молитвы за родного человека. По-видимому, это имеет такое значение, что мы даже не в силах представить его масштаб. Никто никогда не видел Ксению отдыхающей в праздности, никто не видел ее за какими-то увеселениями. Она все время пребывала в молитве и в служении людям. С земной жизнью Ксении Петербургской связан сытный рынок. Сытный рынок в начале 18 века являлся главным рынком Санкт-Петербурга. До 1720 года он назывался обжорным рынком. Как свидетельствует одно из первых официальных житий Ксении Петербургской, которое было написано еще в середине 19 века, Ксения часто посещала этот рынок. Когда она заходила на сытный рынок, все торговцы наперебой просили попробовать или взять у нее какой-нибудь товар. Если Ксения соглашалась и брала этот товар, то у торговца весь день был удачный. Он буквально за считанные часы продавал весь свой товар. Она воспринималась как символ, как талисман удачи. В самом деле, а почему Ксения Петербургская так популярна? И не только ведь в Петербурге. Кто она такая? Что значит ее религиозный подвиг? Образ Петербургской блаженной стал поводом для создания в Александринском театре в Санкт-Петербурге «Спектакля по мотивам жития святой». В современной театральной истории это уникальный случай, когда житие христианского подвижника становится поводом и основой для создания театральной постановки, рассказывает художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Театр – это все-таки светский институт, поэтому мы больше делали спектакль не о чудесах, скажем, к Синьи, а не о ее, так сказать, вот этом даре, прозорливости и так далее. А больше делали о любви, на этом был акцент, на то, что человек через любовь к своему мужу вышел в результате, значит, на ту степень любви к каждому. «Прости, Ксения, прости, я слабый, я убогий, я того не стою, я грешный, я спорь взял меня, как был я, во всех грехах, как по моим нечисток смертящим, и было уготовано мне рассчитаться за все прегрешения свои, а ты…» Надо было столкнуть ее с миром, надо было столкнуть ее с тем миром, который жесток, зол, несправедлив и греховен. Потому что это не случайно ее проявления, это проявления иногда и очень жесткие, так сказать, очень такие жестокие даже, я бы сказал, по отношению, потому что она хотела добраться до сути, вот сорвать с людей все вот эти маски всякого притворства, лицемерия, ханжества, так сказать. Нельзя быть благодушным, видя зло, видя неправду. Поэтому она защищала христианскую мораль, защищала христианскую правду, а защита этой правды она может быть и с мечом тоже. Детей она очень любила, единственный был случай, когда она сорвалась, и это случай, кстати говоря, нечего, в спектакле. Для меня был важен этот эпизод, именно как момент показа того, что и такие люди проявляют слабость. И такие люди, казалось бы, которые должны всех прощать, и, казалось бы, так сказать, все понимать, и они слабы, как мы все. Это очень важный момент. И тоже подвергаются греху. Притворить веру в жизнь непросто. Это требует пристального взгляда в своей жизни. Жить праведно, значит, что нет больше привычных ссор, проклятий, жадности, злости, которые так укоренились в нашем мире. Мы все хотим жить без боли, без страха и грязи. Но вот в чем дело? Мало кто может осознанно отказаться от этого. Подвиг Ксении – не одномоментное напряжение человеческой силы. Это борьба, длиной в жизнь. Она умерла и была похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. С могилы Ксении несколько раз убирали плиты. Почитатели разбивали их и на память камни уносили с собой. В дальнейшем над могилой была построена часовня. В советское время, даже тогда, когда часовня была закрыта, она закрыта была в 1940 году, первый раз, потом в 60-м году второй раз, люди, тем не менее, все равно ходили туда, просили Ксению о помощи и заступничестве. Сохранились забавные сводки информаторов предвоенной поры, которые заявляли, что даже партийные люди приходят и оставляют Ксении Петербургской прошение, в которых просят помощи блаженной в сдаче, например, экзамена по истории партии. Это, конечно, абсурдные вещи, но они интересны с психологической точки зрения. Русской православной церкви вернули часовню в 1983 году. 10 августа 1987 года митрополит ленинградский Алексий Ридигер осветил часовню после реставрационных работ. И теперь ежедневно сотни петербуржцев приходят к часовне блаженной Ксении. Многие оставляют блаженной записки, обращаясь к ней, как к самому близкому, родному человеку. Записки, которые мы видим, они повсюду у нас. Они у нас и в иконе, и в пределах сегодня блаженной, постоянно где-то находят записки. Находят записки рядом с часовней, под камнями, где угодно, в рамах дверных, в рамах оконных, где угодно. Есть разные письма. В некоторых письмах пишут о том, что Ксения Блаженная, помоги, чтобы у меня все хорошо было, чтобы я удачно замуж вышла, чтобы жених был богатый. Вот такое пишут, как бы земного больше просят. Но ведь душу-то нельзя тоже забывать. Настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери, протеерей Виктор Московский, служит в храме с 1987 года. В первую очередь мы должны просить Матушку Ксению, чтобы она духовно нас укрепляла, чтобы мы с вами духовно именно возвышались, совершенствовались. Остальное все приложится, да. Можно весь мир обрести, а душу потерять свою, погубить свою душу. Она спрашивает, как обратиться? Что попросить? Просить нужно, как у простого живого человека, такого нашего другу. Как мы просим обычно что-то, так же просить у Ксении Блаженной. Она так и писала, так и говорила, что приходите ко мне на маме гилку, расскажите мне о своих проблемах, я вам всем помогу. Молиться можно и своими словами, словами своего сердца. Часто мы слышим, святая Блаженная, Матя наша Ксения, моли Бога о нас. Матушка Ксения, помоги мне. Матушка Ксения, помоли за меня. Матушка Ксения, дай мне здравия. Матушка Ксения, дай мне счастье. Вот такими словами от чистого, доброго, верующего сердца мы можем совершать молитву. Это будет молитва. Причисление ее к лику святых произошло в русской православной зарубежной церкви в 1978 году. Что касается причисления Ксении Петербургской к лику святых в русской православной церкви Московского патриархата, то это случилось в конце 1980-х годов. Но вот что важно. И до всякого прославления, в течение как минимум полутора веков, если не больше, Ксения Петербургская почиталась в качестве праведницы. Ей молились, о ней думали, ей писали. Ей молятся, о ней думают и ей пишут поныне. Это живая святая современной православной русской церкви. Это святая, в которой люди чувствуют что-то родное, порой не имея возможности даже объяснить, что именно они в ней чувствуют, что они находят. Я думаю, в этом и есть тайна святости как таковой и тайна святости конкретно Ксении Петербургской. Ксения Блаженная никого не учила, ничего не писала и не оставила после себя. Мы очень мало о ней знаем, но она ежедневно влечет к себе огромное количество людей. Мы не идем к могилам литераторов, не оставляем записки у надгробия научных деятелей. Мы идем к этой женщине, мы идем к ней за милостью и добротой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok